Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Захарова и коротко о событиях города и края. Прокуратура города Дальнегорска организовала проверку по публикации в социальных сетях о загрязнении бытовыми отходами берега реки Рудная. Факт загрязнения прибрежной территории нашел подтверждение, в связи с чем прокурор внес представление об устранении нарушений главе Дальнегорского городского округа. После вмешательства надзорного ведомства административная комиссия органа местного самоуправления установила собственника отходов, во взаимодействии с которым приняты меры к устранению нарушений. По результатам рассмотрения представления прокурора нарушения устранены. Берег реки Рудной приведен в соответствие с санитарными нормами. Семьи, в которых воспитываются трое и более детей, имеют право на меры поддержки. С этого года многодетные могут рассчитывать на еще одну беззаявительную выплату. Подробности в следующем материале. Как сообщили в региональном министерстве труда и социальной политики, в нынешнем году на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям предусмотрено 313,4 миллиона рублей. В числе мер – беззаявительная выплата на приобретение школьной и спортивной формы в размере 5000 рублей на каждого ребенка-школьника. С начала этого года также беззаявительно выплачивается денежная сумма в размере 2500 рублей на приобретение канцтоваров, лекарственных препаратов, посещение развлекательных учреждений. Выплата предоставляется на каждого несовершеннолетнего ребенка, а также на ребенка, являющегося студентом-очником, до достижения им 23 лет. Также семья может рассчитывать на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги и 50% возмещение затрат на посещение физкультурно-спортивных организаций, но не более 1000 рублей в месяц на каждого ребенка. По информации Минтруда Приморья, выплаты на покупку канцтоваров и лекарственных препаратов производятся, начиная с 1 мая текущего года. В этом году ее получили более 7500 семей. Выплаты на приобретение школьной и спортивной формы будут перечислены, начиная с 1 июля. Заявительный порядок действует только для тех семей, дети которых обучаются в частных школах или за пределами Приморского края. Напомним, на меры поддержки имеют право семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума. В 2023 году многодетная семья получает право на меры социальной поддержки, если на каждого ее члена доход составляет менее 36 768 рублей 80 копеек для семьи из двух родителей и троих детей. Ознакомиться с предоставленными мерами социальной поддержки можно на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Для этого необходимо ввести свой логин и пароль, перейти в каталог услуги, найти и подать заявление на услугу предоставления сведений о суммах мер социальной поддержки, помощи и получить результат. Кроме того, за консультацией о мерах социальной поддержки многодетным семьям можно обратиться по многоканальному телефону 8 800 30 22 145. Рекордное количество новобрачных создадут семьи в период с 6 по 8 июля в Приморье. Молодожены приурочат свадьбу к Всероссийскому Дню Семьи, Любви и Верности, празднику, направленному на укрепление семьи и восстановление традиционных ценностей. Как уточнили в Краевом департаменте записи актов гражданского состояния, с каждым годом все больше новобрачных выбирают именно этот праздник для дня рождения своей семьи. В период с 6 по 8 июля планируют заключить брак 355 пар молодоженов. Для сравнения, в прошлом году в праздничные дни зарегистрировали брак 324 пары, а в 2021 – 309 пар. В этом году только в органах ЗАГС Администрации города Владивостока состоится 115 праздничных регистраций брака. В Уссурийске планируют создать семьи 49 пар, в Находке – 24, в Артеме – 17, а в Арсеньеве, Большом Камне и Надеждинском районе – по 15 пар. Напомним, с 2022 года по указу президента Российской Федерации День Семьи, Любви и Верности приобрел статус официального праздника. Заключение браков 8 июля стало уже доброй традицией для влюбленных в Приморье. 32 юных спортсмена Дальнегорского городского округа примут участие в первых летних международных спортивных играх «Дети Приморья». Спортивный форум пройдет в городе Владивосток со 2 по 5 июля 2023 года. Дальнегорцы выступят в восьми видах программы – легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, тяжелая атлетика, бокс, плавание, баскетбол 3х3 и пляжный волейбол. В среду 28 июня во Дворце культуры химиков состоялся единый выпускной вечер для 11-ти классников округа. Месяц назад для них прозвенел последний звонок, а сегодня позади и выпускные экзамены. Теперь перед вчерашними школьниками открывается широкая дорога во взрослую жизнь. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Торжественная церемония для городских выпускников состоялась в концертном зале Дворца культуры химиков. Трогательная и одновременно радостная атмосфера. Вчерашние школьницы в праздничных бальных платьях, юноши в костюмах, слезы волнения на глазах. Выпускники, родители, учителя и гости не скрывали своих эмоций. Под оглушительные аплодисменты главные гости выпускного вечера вошли в зал. Школа смогла подготовить за годы обучения талантливых ребят, научить многому и прежде всего верить в свои силы и искать свой путь в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выпускники навсегда попрощались со школой, получив документы об образовании и сделав первый шаг во взрослую жизнь. Поздравил юноши и девушек с этим запоминающимся в жизни событием начальник управления образования Николай Гумен. Добрый день, ребята, добрый день, родители, добрый день, коллеги. Должите мне поздравить вас с замечательным нашим своим праздником, это окончание школы. И дружными аплодисментами поприветствовать всех лучших из лучших, кто дошел за 11 лет к нам сюда, ДК Химиков. Уважаемые выпускники, хочу вам прежде всего пожелать не бояться будущего, которое стоит перед вами. Помните всегда, что все в ваших руках, и вы вершители своей судьбы в дальнейшем. Поэтому, принимая решение, всегда опирайтесь на тот опыт, который вы получили в нашем городе, те знания, которые вы получили. И я хочу вам пожелать исполнения всех ваших планов, которые вы уже себе поставили. Счастья и всего самого наилучшего. С праздником, ребята! Свои поздравления выразили и другие почетные гости мероприятия. А лучшие выпускники за высокие заслуги в общественной и школьной деятельности были награждены благодарственными письмами и грамотами. Когда уйдем со школьного двора, по звуке нестареющего вальса, Учитель нас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему с утра. Встречать, учить и снова расставаться, Тогда уйдем со школьного двора. Для нас всегда открыта в школе дверь, Здесь прожито и пройдено немало. Но как забыть звончей, звонка, попей, И девочку, которой днёс попей, Пускай потом ничто не повторится, Для нас всегда открыта в школе дверь. Спасибо, что в концах уроков нет, Хотя с надеждой ждёшь ты перемены, Но жизнь одна особенный предмет, Задаст вопросы новые в ответ. Но ты найди решение непременно. Спасибо, что в концах урока нет. В программе выпускного вечера было много поздравлений и добрых пожеланий. Торжественные минуты праздника сменялись замечательными творческими номерами, которые были подготовлены различными вокальными и танцевальными коллективами города. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выпускной вечер – это радостный и одновременно грустный праздник. Впереди у вчерашних школьников множество открытий и забот, Выбор будущей профессии и поступление в институт, Взрослая самостоятельная жизнь. А позади школьные 11 лет, которые останутся в памяти навсегда. Точкой торжественной части выпускного вечера стал школьный вальс, Который завершил такой важный этап в жизни каждого человека – школьную пору И дал старт новой взрослой жизни. Школьный вальс выпустной Время пришло расставаться С нашей школой родной Басик уже попрощался Наш одиноксатый класс С грустью покидает вас Школа и учителя Засовыть нельзя Засовыть нельзя Взрослую жизнь Засовыть нельзя Этот школьный первый вальс Звучит во мне сейчас Школьный вальс Выбудной Детство нам маршет другою С ним прощаемся мы Этой прекрасной весною С ним прощаемся мы Этой прекрасной весною В Приморье в ходе первого этапа операции «Нелегал» полиция выявила 627 нарушений миграционного законодательства. Полиция подвела итоги межведомственной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023». Выявлено 20 преступлений в сфере миграции, 217 иностранцев выдворят из страны. Подробности в материале наших коллег из пресс-службы ОМВД России по Приморскому краю. Полиция совместно с сотрудниками регионального УФСБ пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю продолжает проведение мероприятий по контролю над соблюдением требований миграционного законодательства Российской Федерации, а также обеспечению миграционной стабильности и безопасности на территории региона. В ходе комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал» сотрудниками Управления МВД России по Приморскому краю совместно с коллегами из других правоохранительных ведомств проведено 261 проверочное мероприятие. Рейды прошли на объектах сельского хозяйства, транспорта, в местах компактного пребывания и проживания иностранных граждан, строительства, торговли и оказания услуг на рынках и сетевых предприятиях торговли. В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции составлено 627 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за нарушение правил въезда, выезда и пребывания на территории Российской Федерации, несоблюдение установленного порядка осуществления трудовой деятельности на территории страны. 39 работодателей привлечены к ответственности за нарушение установленного порядка привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц безгражданства и за несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. На основании собранных сотрудниками полиции материалов в отношении нарушителей миграционного законодательства судами общей юрисдикции вынесено 217 постановлений о наложении штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Выявлены 20 преступлений в сфере миграции. 12 жителей Приморского края привлечены к уголовной ответственности за эффективную регистрацию и постановку граждан на учет по месту пребывания или месту жительства. В результате проведения комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023» возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Отметим, что рейдовые мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства, выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере миграции продолжаются сообщить о фактах нарушения законодательства, в том числе в миграционной сфере, организации резиновых квартир, незаконного оказания посреднических услуг, а также о незаконном получении денежного вознаграждения за предоставление государственных услуг в сфере миграции, можно, обратившись в дежурные части органов внутренних дел, либо по телефону УМВД России по Приморскому краю 8-423-249-04-91. Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8-423-240-10-00. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Продолжение следует...